Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Не щадили ни детей, ни стариков. Они были расстреляны только за то, что они были евреями. Ночь с 6 на 7 ноября в далеком 41-м навсегда оставила кровавый след в истории города, что не стоит забывать. Нет дыма без огня. На улице Рокоссовского горел автомобиль. В результате пожара огнем уничтожен отсек автомобиля. В чем причина ЧП? Бобруйск на полотне. В городе открылась выставка известного художника. Он был очень к себе строг. Он работал очень много. В чем ее уникальность? А также открытие метро, отмена кинофестиваля и облачно с прояснениями. Метеорологи передают последний теплый уикенд. Чего ждать после? Дорогой Холокоста бобручане почтили память погибших в годы Великой Отечественной. В ночь 6 на 7 ноября 1941 возле Каменки Бобруйского района немцы расстреляли более 10 тысяч узников городского еврейского гетто. Хронологию событий того страшного дня восстановила Мария Бересневич. 6 ноября 1941 – черный день календаря для бобруйских евреев. Эта дата вот уже 79 лет напоминает о страшной трагедии. Тогда возле деревни Каменка фашисты уничтожили свыше 10 тысяч узников Бобруйского гетто. Вместе с ними погибли и 500 советских военнопленных. Именно их заставили вырыть два 10-метровых рва, а после расстреляли. Эти ямы стали братскими могилами для евреев и солдат. Звучит поныне стон деревьев и плачет лес над головой. А в сердце имена погибших, уничтоженных войной. В 1978-м здесь воздвигли мемориал. С тех пор на месте скорби каждый ноябрь собираются те, кто обе человечности знает не понаслышке. Среди жертв Холокоста ни в чем невинные мужчины и женщины, старики и дети. В знак памяти от потомков – венки и зажженные свечи. Они были расстреляны только за то, что они были евреями. Этот памятник начал создаваться мейером Зейлигером и другими бобручанами в конце 60-х годов. Когда мейер Зейлигер впервые приехал на это место, здесь паслись свиньи и паслись коровы. И они из рвов доставали кости людей. И здесь было страшное зрелище. Поэтому он решил посвятить остатке своей жизни созданию этого памятника. Возле памятника четыре вазы. В этих вазах пепел наших близких. В тот самый ноябрьский день узников Бобруйского гетто до места расстрела в Каменке прогнали прямиком с шоссейной. Теперь это улица Бахарова. Отсюда евреи шли пешком 5 километров. Это и был их последний путь. В 2008-м здесь открыли мемориальный знак прямо у проходной завода тракторных деталей и агрегатов. И вот этот памятник, который напоминает нам еще раз о том, что здесь было гетто. Обратите внимание, улица. Вроде бы все замечательно. Домики, окошки, которые открыты навстречу добру, навстречу света, навстречу солнца. Но пришла война. И война резко разделила город на две части. Улица на две части. На зону гетто, где в страшных условиях содержались узники гетто. И на свободную зону. Следующая локация Дня памяти – так называемая аллея праведников на социалистической. Здесь увековечены именно людей, которые спасли евреев от смерти. А мемориал из красного камня напоминает одновременно и крону дерева, и сердце, разбитое пополам. Специально маршрут был такой, что мы завершаем здесь, потому что есть привычка у человека. Перед этим, как ему что-то дают, он просит, просит, умоляет. А как ему дали, он утекает. А здесь должно быть наоборот. Должно быть понятно. Перед этим, как дали, просим. Вот это тот момент, который мы смотрели. Смерть, боль. Просим, чтобы это не повторилось. Облегчаем себе потом, понимаем, вот есть граница. Есть место жизни и есть место, не дай бог, смерти. После этого мы пришли сюда, чтобы не забывать тех, которые рисковали с собой. Массовые убийства евреев начались с приходом немецких войск и продолжались до полного освобождения республики. Точная информация о количестве жертв и общей численности евреев, которые проживали на белорусской территории к моменту начала Холокоста, отсутствует. Между тем, по данным научных источников, погибло примерно от 600 до 800 тысяч человек. А это практически 80% еврейского населения. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. На улице Рокоссовского горел автомобиль. ЧП произошло накануне в гаражно-строительном кооперативе. О случившемся в МЧС сообщил сам владелец машины, когда спасатели прибыли к месту ЧП и с подкапота авто клубами валил дым. В результате пожара огнем уничтожен отсек автомобиля. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Бобруйском районе тоже было неспокойно. 4 ноября спасатели отправились на вызов в деревню Турки. Там огонь объял баню. Хозяйка строения находилась на улице. Пламя не пощадило крышу. Огонь также повредил перекрытие и стены внутри. Причину пожара предстоит выяснить специалистам. Продуктовая корзина, экологичный транспорт и зеленая ветка в Минске открыли третью линию метро. Когда она примет первых пассажиров. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В столице открылась третья линия метро. Участие в церемонии принял президент. В эксплуатацию вводятся 4 станции. Ковальская Слобода, вокзальная площадь Франтишка Богушевича и Юбилейная площадь. Всего же на зеленой ветке будет 14 остановочных пунктов. Это сделает комфортнее дорожный трафик в Минске. Для пассажиров новые станции откроются в праздник 7 ноября в 12.30. Глава государства поручил постепенно переводить Минск на электротранспорт. По словам Александра Лукашенко, особое внимание надо уделить трамвайному движению. Необходимо активно развивать маршрутную сеть. Также следует привести в порядок пути, в частности, сделать их бесшумными. Рапсовое масло включено в ассортиментный перечень товаров для торговых объектов. В Белгоспищепроме уверены, мощностей белорусских производителей хватит, чтобы оно было в наличии в каждом магазине. Рапсовое масло – продукт не только рентабельный, но и полезный. В его составе незаменимая жирная кислота омега-3. Раньше Беларусь продавала рапсовое масло в основном на экспорт. Новая аллея деревьев появится в Беларуси. Их высадят 7 ноября во всех регионах во время молодежной экологической акции. Участниками станут именно семейные пары. Им предложат заложить аллеи, причем с именными деревьями. Минский проект поддержит семьи участники автопробега «За Беларусь». 27-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» отменен. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Такая информация размещена в телеграм-канале Министерства культуры. Средства, закупленные билеты, будут возвращены. В кинофестивале должны были принять участие порядка 120 картин из 50 стран. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруськ-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Штраф до 100 базовых на контроле госавтоинспекции и нетрезвые водители. Вплоть до понедельника внимание правоохранителей будет направлено на проверку транспорта и физического состояния водителей. К слову, в «Бобруське» с начала года к санкциям были привлечены 319 пьяных автолюбителей. По их вине произошло два ДТП, в которых пострадали люди. В «Бобруськом» районе остановили 60 нетрезвых водителей, а ДТП с их участием унесли две жизни. На сегодняшний день достаточно суровое наказание за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Это штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на три года. Если у человека водительского удостоверения нет, то он лишается специального права в течение трех лет получить водительское удостоверение. Повторно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наступает уголовная ответственность. Инспекторы обращают внимание. Если вы заметили человека в явном алкогольном опьянении за рулем, обратитесь по телефону 102. Искусство созерцать. В картины галереи открылась выставка бобруського художника Абрама Рабкина. В новой экспозиции коллекция работ, которую передала в дар городу дочь живописца. Еще один сюрприз полотной столицы, которую впервые представили бобруйчанам. Бобрусь к душе моей трепет. В стенах галереи открылась выставка Абрама Рабкина. Название как нельзя лучше отражает экспозицию. Тема родного, любимого города всегда доминировала в творчестве автора. Как в его картинах, так и в книгах. Каждая картина, она действительно шедевральная. И она, это наш город. И вот всегда с удовольствием я посещаю выставки именно наших бобруйских художников. Потому что это дыхание нашего города, это его история, это его жизнь. Тема родного города сквозная в творчестве художника. Практически каждая картина, неважно пейзаж или портрет, об обруйске, его просторах и жителях. То тут, то там узнаются дорогие сердцу места. Вот рыночные павильоны, пожарный переулок. А здесь берег Березины. Саму же экспозицию разделили на несколько условных блоков. Здесь представлена тема детства. Мы без этой темы никогда не делаем выставки Рабкина. Потому что, собственно, это начало, это то, что дорого художнику. Тема старого бобруйска и его горожан. И на этой выставке представлен последний его творческий период. Встрешена у него была дача. И в стрешине написано очень много замечательных пейзажей. И мы здесь также их показали. Еще одна краеугольная тема – Великая Отечественная. Те роковые годы оставили неизгладимый след в творчестве Рабкина. Юному Абраму не было еще 16-ти, когда наступила война. Два года он пробыл на фронте, был ранен. Затем перенес те военные тяжбы на свои холсты. Главный экспонат картины «9 мая. Белорусская семья». Полотно «Гость Бавруйский» принадлежит Национальному художественному музею. Семья, изображенная на холсте, была особо дорога автору. По задумке картина должна напомнить молодому поколению, какой ценой досталась победа. Произведения дополняют этюды, которые приоткрывают завесу тайны процесса создания. Поиск общего композиционного решения, выразительности фигур и портретных образов. Особое отношение у Абрама Рабкина к природе. На стенах галереи – с десяток пейзажей. Он был очень к себе строг. Он работал очень много. Он этюды маленькие писал, как упражнения. И он удивительно воспринимал мир, природу. Он так много знал о природе. Он так ее содержал много. И вникал, и проникался ею. Увидеть своими глазами без преувеличения шедевр живописи можно до 24 января. Галерея открыта со среды по воскресенье. Время работы с 10 утра до 6 вечера. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 89 555 пациентов с COVID-19. Зарегистрированы 104 286 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 628 891 тест. Такие данные приводит Минздрав. Ведомство определило, кто пройдет обязательное медосвидетельствование на коронавирус. Речь об инфицированных людях, контактах 1-го и 2-го уровней, имеющими инфекцию COVID-19. И детях до 10, которые посещают сад или школу, если у них есть хотя бы один симптом. Медосвидетельствованию также подлежат пациенты, госпитализированные для плановой медпомощи и медперсонал, работающий с COVID-19. В соответствии с законодательством, при уклонении от обязательного медосвидетельствования, могут применяться специальные меры по оказанию медицинской помощи. Игра в прятки. Солнце все чаще скрывается за пеленой облаков. На смену золотой осени приходит тоскливая предзимняя погода. Сегодня воздух прогрелся до плюс 10. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. На выходных погод в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и теплые воздушные массы. Небо затянут облака, осадки не ожидаются. Ночью и к утру сгустится туман. Ветер умеренный северо-западного направления. Днем температура воздуха составит 13 тепла, ночью градусник покажет до 9 со знаком плюс. В воскресенье метеокартина останется такой же. Сохранится облачная погода. На северо-востоке страны пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до плюс 12, ночью столбик термометра покажет 8 со знаком плюс. Тропический шторм – это не стихает в Центральной Америке. В Никарагуа, Гватемале и Гондурасе жертвами стихии стали уже 50 человек. Из-за наводнений несколько сотен жителей были вынуждены покинуть свои дома. Это обрушилось на Центральную Америку в середине недели. По прогнозам, буря возродится и укрепится над Карибским морем в эти выходные. Штормовая система может приблизиться к Южной Флориде в США. Землетрясение в Эгейском море унесло жизни 116 человек. В турецком городе Измир завершены поисковые работы на местах рухнувших зданий. Из-за землетрясения 17 строений сложились как карточные домики. Живыми из-под завалов удалось вытащить 107 человек. Травмы различной степени тяжести получили 1035 жителей города. Напомним, землетрясение магнитудой в 7 баллов в Эгейском море произошло 30 октября. Небо над Бобруйском в субботу затянут сплошные облака. Дожди не прогнозируются. Ветер западный до 11 метров в секунду. В светлое время суток температура воздуха составит плюс 10. Ночью похолодает до 8 с плюсом. В первой половине дня в воскресенье пройдут дожди. Затем распогодится. Западный ветер разгонится до 7 метров в секунду. Днем воздух прогнеется до 10. Ночью термометр покажет плюс 8. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!